. 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 В общем, так примерно происходит и в более сложных случаях функциональных интегралов массовой теории поля. Это суперсиметричная теория с 8-ю суперсорядами, так называемая N равно 2 суперсиметричная теория в 4-х мере. Экологическая версия, которая считает экологические варианты у пространства модуля инстантонов, решение самодуального поравнения плюс 1-ю, теория у нас она видна. Так вот, она оказывается связана с двумерной несуперсиметричной теорией, такой же, как теория людей или какие-то люди-конформа теории входа. Ну и псевдоподействие, значит, разная информация и расширение. Вот, ну, значит, мы начнем медленно. И тут вчера были лекции Алеши Рослова. Возможно, что-то повторится, но мне посоветовали повторить у нас учения. Потому что давайте начнем сначала и прошу задавать вопросы и остановляйтесь. Значит, задача на сегодня — это объяснить, что такое экварианты коммунологии, коммунологии. И локализационная формула от Евгод. Извините, что? Было бы очень замечательно, если это можно, под нее размеры. Да, хорошо. 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 Значит, здесь выкрепите эти фарианты коммунологии и локализация от Евгода. Так. Ну, ну, вот этот экран поднимет, не будет мешать. Где будет? Ну, вот этот экран. и а и в в в в в в хорошо спасибо классической вещи и здесь вы можете сначала положить что все компактные конечномерные но суть твердения не сильно поменяется когда мы потом перейдем к бесконечномерному и некомпактному случаю активно все считается точно так же значит пускай x многообразием и на него действует какая-то группа G группа Li компактная значит физики за этим многообразием x например может стоять бесконечномерное пространство такое как пространство связанности какого-то расслабление при изучении калибровочной теории группа G это автоморфизма этого расслоения то есть физики говорят калибровочное преобразование и то и другое бесконечномерное сколько нас интересует только калибровочные вариантные объекты то и пространство геометрическая пространство которое нас интересует это фактор все пространство x по действию группы G это пространство которое мы будем изучать и в суперсиметричных теориях часто удается свести задачу какому-то подсектору называется BBS то есть сектор обычно который приводит к изучению когомологии по-разному то есть на задаче понять что такое когомология вот x и фактор G это лично называется эквариантными когомологиями если бы G на x действовало свободно то тогда этот фактор был бы обычным многообразием и мы могли бы определить эквариантные когомологии G эквариантные когомологии от x буквально вот этим знаком равенства взять здесь обычные когомологии но во всех интересных случаях действие не свободное и требуется какое-то новое определение я расскажу абстрактное определение и потом некоторую модель которая под это определение хорошо пристроена для вычислений и эта же модель появляется в функциональном отыграли теорий когомологии эта модель называется картановая модель для эквариантных когомологов если бы мы действовали просто геометрически то что можно было бы сделать если группа G действует дезинфабельных точек тогда можно просто взять этот фактор а если не действует то можно применить следующий треуг давайте попробуем найти такое пространство это пространство следующего плана у него есть два главных свойства во-первых, что человек действует свободно это пространство следующего плана и во-вторых, что оно стягиваемо поскольку пространство стягиваемо, то логически оно тривиально и соответственно можно взять за место вот этого определения с довольно-таки в этом году с удовлетворением на топологическое стереальное пространство мы с когомологией не изменили но теперь можно спокойно взять фактор потому что действует свободно и это определение хорошо работает то есть здесь можно взять обычно определение когомологии с когомологией, без неподвижных точек если мы стягиваемо а что значит так? стягиваем стягиваем как бы контракт в гамотатичной точке значит давайте например ну пускай скажем G например U1 вот тогда наверное я же так тоже как домашнее задание значит проверить что подойдет следующее определение можно взять предел при n-бесконечности вот нечетные мерные сферы S2n плюс 1 значит нечетную мерную сферу как на как на как на S3 как на S1 а окружность U1 действует без неподвижных точек то есть просто эту сферу мы ее можем реализовать как в степени по квадрате по модулю равной единице где Z-ката это комплексные числа по модулю равной единице до n плюс 1 да и действие U1 на каждой Z-ката такое что если у U1 комплексное число по модулю равной единице то лямбда действует на Z-ката так что Z-ката изображает лямбда со мной на Z-ката это просто умножение на фазу вращение ну вот значит имеем действие окружности на эту сферу и у нее нет неподвижных точек значит осталось посмотреть что оно контрактабл стягиваемое вот вы можете это проверить дома другой пример другой пример попробуйте найти такое пространство сообразить что будет держать для группы G равная Z от элемента любого элемента лямбда можно ими чтобы ее от всего пространства в точку она стягивается как диск это группа G нет группа отдельно словит что G должно действовать свободно на это пространство на это пространство это универска бандал в следующем смысле главное расслоение или принципов бандал это что такое это какое-то пространство на которое группа G действует свободно поэтому есть отображение P в орбиты этого действия вот это называется базой это обслой висят парабиты на которые G торс так вот идея стоит в том что для любого G расслоения над каким-то многообразием X любое такое жирослоение можно получить следующим способом нужно взять вот этот universal G bundle EG это универсальное главное расслоение над чем над фактором EG по G вот этот фактор называется обозначается EG и называется calcifying space в этом примере что будет calcifying space если вы теперь возьмете действия окружности на такую двумерную извините двумерную сферу то получите проективное пространство вещественной размерности 2M вещественной размерности 2M 2M вышелась после действия пространства и вот это U1 расслоение над базой это аналог fibrations для расслоения S3 по S2 наверное многим знакомым так вот любое главное же расслоение на каком-то многоразии x можно получить из вот этого бесконечной мерной геометрии просто просто взяв какое-нибудь отображение из многоразия x в базу этого универсального расслоения пусть это многоразия f и расслоение которое здесь получается это по в а звездочкой от и же это просто комментарий почему все это так назывался а что такое P здесь P это главное же расслоение на x с с с пока что я дал абстрактное геометрическое определение которое математики на физике любят работать с формулами поэтому сейчас мы все приведем конкретные формулы это называется модель таких кодемологии и я буду рассказывать про модель картана или драма картана и драма а а а а вот так что мы сделаем мы Возьмем следующее обобщение для комплекса Дерама. Дерам рассматривал комплекс дефекциальных форм на многообразии х, который я обозначил омега в точке, где эта точка заменяет произвольную степень дефекциальных форм. Теперь вместо этого дела мы посмотрим на следующую вещь. Обычными, у меня есть дифференциалы. Конечно, дифференцирование, которое увеличивает степень дефекциальных форм на единицу. Заменим эту штуку на такую. Я посмотрю на дифференциальные формы на х, помножить на g, где g это алгебра b для группы g. Здесь я посмотрю на дифференциальные формы вдоль х, которые имеют нулевую степень вдоль g, то есть функции вдоль g. Ну или, как можно это записать, как дифференциальные формы вдоль х, помножить на пространство функций g. Ну, чтобы было совсем точное то определение, то вот эти вот функции нужно взять полиномиальные. Однако, нам будет удобнее расширить это пространство функций до рациональных, и вообще, чтобы объяснить, что происходит, можно пока об этом не думать, какого типа функций, просто считать аналитические функции. Значит, функции вдоль g и дифференциальные формы вдоль х. Вот такой комплекс. Сейчас, ну, пока это не комплекс, значит, комплексы мы его сделаем. Давайте определим действие g на группу g на комплекту вещи. Ну, действие естественное. То есть, если у нас было действие g на x, у нас есть естественное действие, присоединение действия группы g на алгебрули, поэтому, конечно же, если действие g на x помножить на алгебрули, давайте я обозначу его как ров. То есть, для каждого элемента g из группы g, просто значком g, будет отображение x-фи, где x это точка в x-е, в многообразии x-а-фи, будет, значит, элемент из многих роликов, вот, на x здесь я просто обозначаю точку действия группы g на многообразие x, и присоединенный действие наш элемент f. Ну, и когда дано геометрическое действие, поэтому геометрическое действие естественным образом поднимается до действия на вот это пространство дифференциальных форм по x-у и функции по g. То есть, естественно, элемент g из группы ли, он отображает вот элемент из пространства дифференциальных форм на по x-у и функции а до g в пол B под g минус первый. Вот это говорим. То есть, геометрическое действие обычное, ли действие при действии группы на графференциальных формах. Хорошо? Есть. Прошу? Теперь давайте введем полезное обозначение для конкретных формул. Пускай в g в опять озаблели, мы выбрали базис, который я обозначил. теперь все они базисные элементы g, и элемент фи, который сидит в g, я по базису разложу, и пен т.a. То есть, на фи а это линейные координаты на g, мы не будем думать, как элементы дуального пространства для g. Так как мы определили действие группы g на многообразии, помножить на алгебру ли, то у нас есть инфинитизмальный вариант этого действия, то есть действие алгебры, просто взятие производное действие группы единицы, и, в частности, элементы из-за алгебры ли, базисный элемент тивей, на какую-то формулу омега, до лица и функции в дульже, действует просто производный ли, то есть tA на омегу, это минус производный ли, и эту производную ли мы можем разложить на два фактора, производный ли вдоль лица, плюс производный ли вдоль жеманинка, вдоль алгебры ли. Так, значит, чтобы построить картановую модель, теперь для аккуратной пневмологии, нам нужно рассмотреть не все пространство, вот те, где дифференциальные формы, слои функции по g, а его... Что? Каждый базисный элемент генерирует векторное поле. Ну, средний индекс p здесь обозначает базисный элемент. Давайте я введу обозначение, что омега с точкой с ноль и умножить на алгебрули, с значком g, это будет... Значит, это все линейное пространство, и в нем есть действие этой группы g, можно взять под пространство. Значит, это g-мориатное под пространство. А, по-моему, гоноль и... ...нажим. И в этом подпространстве я сейчас рассмотрю дифференциал, который называется дифференциалом драма картана, или вариантом дифференциала. Здесь... ...называем так... ...диверенциал. ...диверенциал... ...в нем есть два члена. Один... ...это обычный дифференциал драма, который... ...здействует до лекса. Давайте я поставлю здесь... ...значить x. ...увеличивает степень дифференциальных входов на единичку. А второй член... ...следующий. Я его запишу... ...минус i, g. И он... ...координатов... ...годно сказать так. Это... ...фай-пай... ...фай-пай... ...фай-пай. Что здесь написано? Фай-пай, я напоминаю, это были элементы из... ...двойственной для алгебры Ли, или просто координаты в каком-то базисе на алгебры Ли. А операция... ...А-Ти-Вей, ...она действует до лекса, ...и она обозначает свертку. То есть... ...поставление этого векторного поля, ...говоря дифференциальную форму, ...она уменьшает... ...степень дифференциальной формы... ...на единичку. Значит, чтобы... ...построить гомологию, ...нужно ввести... ...всяк-портуированное пространство, ...и дифференциал, у которого... ...грузуировал каждый единица. ...поэтому... ...это можно построить так, ...определив... ...куспоренциал Дифф, ...эдиница, ...а... ...г... ... ...эдиница. Это двойка... ...дегре... ...эдиница. Это, естественным образом, ...менькость единицы, ...помо что уменьшает... ...выбережку дифференциальных форм, до лица. А фай увеличивает на 2. Значит это число в... Повторичку фай? Повторичку фай? Нет, фай это двойственный базис, да. Фай это координаты в базис сети, то есть это двойственный базис в GES-озвездочке. Про регулировку. Для того, чтобы повторюсь экограммологии нужно в векторное пространство градуировать и ввести в нем дифференциал. Значит, мы сейчас вводим дифференциал, у которого градуировка равна единице. Таким образом, мы присваиваем дифференциалу DX, дифференциалу ДГРАМа вдоль XU градуировку единицы, а IG сделано из произведения по E и свертку с верховым полем. Сверстка с верховым полем вдоль X уменьшает степень дифференциальной формы на единицу, поэтому вот эта операция имеет градуировку минус один. Поэтому я просто объявлю, что градуировка О5 2, и тогда градуировка полного вот этого оператора, который действует на дифференциальную форму по XU со значениями функций окна G. Будет 2 это равна 1. Два это по определению? Да. Два это по определению. Мы так кладем это определение, чтобы получилось... Как по дифференциальной форме? Как по дифференциальной форме? Нет, там он сам... Ну, по не действительной дифференциальной форме, а значит действовать... Так а как это будет градуировка у по дифференциальной формы? Не-не, мы выбираем общую градуировку на пространстве дифференциальных форм со значениями функций окна G. То есть на этом пространстве... Может быть, это у стендерного значения удобнее... Давайте я запишу так... Омега... Х умножить на G. То есть это у меня был такой шерклак для следующего пространства. Значение дифференциальных форм на XU умножить на функции на G. И функции на G давайте возьмем полиномиальные. Что такое полиномиальные функции на G? Это просто симметрические степени от дуального пространства. Да? И в этом пространстве действует дифференциал DG. Значит, как он действует? Он... Давайте я в таких обозначениях перепишу. Дифференциал DG имеет вид Dx тензорный на единицу. Он действует как первом куалекса и ничего не делает с этим фактором. Значит, минус I T A. Значит, эта штука, она действует как векторное поле, генерируемое генератором A вдоль дифференциальных форм на XU. Центзорная на FI A. А эта штука, она просто погнажает на FI A элемент из симметрической степени от G с звездочкой. Ну и гравировка здесь такая. У этого минус единица это 0. У этого... О, прошу прощения. Плюс единица 0. А здесь минус единица и плюс 2. Поэтому общая гравировка равно единице. Тензорная степень, в которой не важен порядок. Многочлены? Многочлены, да. Просто многочлены. Просто многочлены. То есть я вообще говорю, просто функции на G. Многочлены, да. Что? Да. Ну, я могу сказать. Так, а можно сказать, как там действует группа, что в результате получается, что у инвариантного есть, ну, чтобы ему купить, нам надо писать гравировку 2. Ну, то есть можно явно написать как-то действие группы, на данном случае прям к разному форму, которая сделана на этом доступе? Да, да, да. Явно действие группы, конечно. Мы почти его написали. Значит, вот эта формула, это явно действие алгебры. То есть генератор в алгебре Li для t. А, нет. Ну, для группы мы тоже написали. Ну, давайте скажем, для алгебры. Значит, для алгебры у вас есть действие производной Li вдоль X и действие производной Li вдоль G для функции на G. Поэтому на FI G просто действует при соединенном представлении. Ну, точнее, по присоединенному представлению, поскольку FI – дуальный. Что такое вот гравировка на FI функции на G? То есть гравировка на X, понятно, это просто увеличивает число КПС. Да. А гравировка… Давайте, здесь мы рассматриваем полиномиальные функции, да. Поэтому это просто степень монома в этом полиноме. Ну, поможет нам. Тогда почему мы хотим ее сделать без два? То есть мы хотим, чтобы у нас сумма была равна из лев и справа. А зачем это? То есть зачем разные вещи? Нет. Мы хотим, чтобы… Мы хотим построить теорию козломологии взят на него, рассмотрев какое-то градуированное векторное пространство и дифференциал. Да? Значит, ну вот это пространство должны разбить на градуированные компоненты и так, чтобы дифференциал переводил в градуированную компоненту N в N плюс 1. Да. 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 Да, да. Там же нормальный ли? Да давайте, потому что мы можем заскрасить. Давайте я это оставлю тогда как упражнение, которые были даны, проверить, что G G это дифференциал. Здесь на дифференциальных формах не все предназначения функции на G. Второе, G вариантный. Что вам нужно проверить, что, во-первых, действует из этого пространства дневожие, то есть G вариантный формула вставляет G вариантный, и что даже в квадрате дневожие. Значит, даже в квадрате можно посчитать. Есть той формулы, которая была написана, что это Dx минус Rg. И формула следующая, что это FI A помножить на производную Li вдоль векторного поля, генерируемого генератором. Значит, на инвариантных формах этот объект действует, этот оператор действует. Дальше, после того, как были даны определения, учреждения, точно не знаю, кому его приписать. Наверное, Вииду, может быть, с коктаном. А что генериантные когмологии, будем считать, как они были даны открытой, то есть как генерируем 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 генерируем, O в bagus P form х, которые полиномиальный пункт blemH Давайте я объясню еще припасе really not Soundrop. volimHence Y conC знать Paul H Значит, здесь уже можно всё считать. Нужно представлять сконечно-мерное пространство типа G. Так, давайте действительно что-нибудь посчитаем. Ну, например, что такое вариантная гогомология от точки? Вариантная гогомология от 1 делить на G. То есть от группы G, которая стоит в отрицательной размерности. Значит, у нас есть теперь уже хорошее определение. Это то же самое, что гогомология от BG, от Classified Space, потому что действует фактор EG-BG, то есть X, то есть точка. И в этом явном определении, я веду в модели, в карканском модели, это просто гогомология от пространства функций на Algebra G, от лимониальной функции, G-инвариантной. Значит, как теперь на этих функциях действует дифференциал? Ну, вспомним, дифференциал это был X-I, здесь есть только функции AG, они, поскольку X это точка, то тогда оператор D-Rama T и оператор сверки с верхним полем ничем кроме нуля действует не может, поэтому дифференциал 0. То есть сразу же получился ответ, что гомология этого классифицированного пространства BG, ну, например, G-U1, и тогда речь идет о гомологии от CP-Infinity, это просто есть само это пространство, поскольку дифференциал 0, то тогда речь идет о гомологии пространства, с дифференциалом есть само пространство, значит, это полемиальные функции, аналоги прили, которые G-инвариантные, да? То есть то, что с казимирами, по-разному. Ну, давайте тоже оставлю как упражнение, что это полемиальное пространство G-инвариантов на алгебре Ли генерируется, значит, вам лучше надо проверить, что это свободное кольцо на фронте G-инвариантов генераторов, степени, которые вы можете найти, и они отвергнуты в этот полемент. например, для G-инвариантов это будут степени отбойки до G-инвариантов. Я вот этот пример оставлю, продолжим. Значит, если G-инвариантов это U1, вот тогда алгебра Ли генера вещественно-прямая, да, и здесь мы говорим о вещественных условиях, условиях, условиях вероятности, присоединенных вероятности относительно действия коммутативной группы древиальной, то есть просто речь идет о всех полиномо, давайте я обозначу здесь генератор. ЭПСИЛОН 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 ЗВЕЗДОЧКОЙ Вариантные гомологии от U1 вот точка с эпицентами вещественных числах это просто применение кольцо с эпицентами вещественных числах от генератора ЭПСИЛОН и ЭПСИЛОН 1,2 ЭПСИЛОН это то что я обозначал просто традиция сложилась разным причинам в латовых теориях когда действует уже у один группа обозначать ЭПСИЛОН я его прямо здесь веду в раскрывающих экциях дышать сейчас уже обозначим ну и потом будут комплексированные действия то есть можно U1 заменить на C со звездочкой а Y1 соответственно комплексным числом так и что еще можно сказать ну можно вспомнить что значит здесь мы описали ЭПСИЛОН если давайте мы возьмем с комплексными коэффициентами то видите что это получается полиномы от одного генератора этот генератор рамда 2 генерирует H2 от сетин бесконечности его степень дают базис в гаммологии 2n-й степени на сетин бесконечности так хорошо давайте теперь к вариантным характеристическим классам перейдем чтобы не объяснить формулу от Сиббота после того как мы сказали что такое вариантные коэффициентные окажем вот такие классы не сделаем классы сьерна а скольку минуты сьерна 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 потому что А, совсем ничего непонятного? Я могу еще раз... Я неправильно. Да, до 16 часов. Всё, хорошо. Я по плану, давай по половину. Но что-то понятненько. Привыкать надо. Хорошо. Давайте я быстро расскажу, что такое... Чтобы не сказать, что это варианты физических классов, я должен вообще сказать, что это только физические классы. И тоже я, наверное, вынужден дать обстратное определение. Математиков, хотя физики, ими не пользуются, они уже, значит, пользуются формулой. Ну, формулы. Абстрактно. Значит, вы помните, что мы сказали, что вообще любое главное расслоение с каким-то многообразием Х можно... Как улучить? Можно просто вложить это многообразие Х в базу вот того универсального расслоения ДЖ. Ну, в примере, когда Ж это Е1. Вот эта правая часть, это С2Н плюс С1, расслоенная на ЦПЦН. И она ходит в бесконечности. Вот для любого главного расслоения Х на ДЦО можно подобрать такой Р, чтобы вот это расслоение получалось как булл-деком. Получалось как булл-деком вот универсального. Так. И дальше. Характеристический класс — это отображение пространства главного же расслоения на ЦПЦН в когомологию на ЦПЦ. Какой-то характеристический класс — это просто элемент когомологии на вот этой базе. Когомология на базе универсального расслоения. И когда у нас есть вложение Х в базу универсального расслоения, можно просто притянуть этот элемент из когомологии на БЖ. И тогда давайте я назову этот элемент, например, С. Здесь есть БЖ. Это фарактеристический класс. Давайте пример сразу конкретно. Например, если речь идет о... Нет. Пример позже. Теперь связь с тем, к чему физики привыкли. Для физиков фарактеристический класс это следующее. Вы выбираете какой-то ФИ невариантный феном на алгебрии. И сидеть в пространстве тренинеральных функций на Ж. Вариантный относительно присоединенных действий группы Ж. И, естественно, как мы до этого проговорили, инквариантные когомологии точки это то же самое, что когомологии от базы универсального расслоения, то есть когомологии БЖ вот этого классифицирующего пространства. Для группы Ю1 это были просто полиномы от одного генератора Эпсилон. А вообще, как говорят, Ж-инвариантный полином. И, собственно, вот этот инвариантный полином на алгебре лежит. Он и представляет элемент из когомологии на универсальном полином. Берется такое полином и подставляется в него форму привязны. Давайте скажем, что пусть П над Эпсилон это какое-то такое расстояние. Вы можете в нем всегда выбрать связанность. Связанность 1 форму. Взять для нее 2 формы привязны. 1 плюс АВИЧА. Значит, Эпсилон сидит в 2 формах на АВСе с значениями в алгебре. Выставляете эту 2 форму в инвариантный полином на алгебре лежит. И получаете характеристический класс, представленный дифференциальной формой ножа. Замкнутой дифференциальной формой. Т.е. который на самом деле представляет элемент из когомологии на пространстве Эпсилон. Ну, скажем, если... Давайте опять в вашем примере... Пускай G это G это G1 это G1 В инвариантный полином это любой полином. Например, можно взять Эпсилон в степени N. Напоминаю, что Эпсилон это генератор в гагомологии на классифицированном пространстве. И для Эпсилон в степени N соответствующая формула, которая представляет различий класс к артифициальной форме X это X-трейс в степени N. Что? Да. Ну... Здесь пресса не имеет значения. Да. Значит, как это сказалось такая гомология Ильца уголоскороства как класса это что? Главное зрение Гомология Значит, характеристический класс это пуллбэк от элемента гомологии в гомологии на X с одной стороны а с другой стороны вот это вот вычисление для него дает ядную формулу. Мы представляем элемент из гомологии на BG через вариант неповиновной алгебрии подставляем в этот вариант полиномы на алгебрии дифференциальную два формул которые из формы привезны и получаем формул ну пусть P если степень P 2N то тогда степень P это А это 2N включаем дифференциальную формулу в степени 2N которая представляет элемент из гомологии в двамерной степени на X сейчас там консистент будет включать ну S вот в Омеге 2N вот еще раз что коэффициент ну консистент полиномы будет 2N формул да ну а там ну мы взяли мы взяли мы взяли обычные классы обычные ну может быть одноразные вопросы были давайте попробуем ответить вы говорите что значит еще раз это диффициальная форма 2 диффициентных формов до лица тендер G когда мы здесь берем инвариантный полином от G то она уже сознание да это значит очень значит с вариантными классами понятно давайте скажем что такое сейчас прошу прощения с характеристическими классами понятно давайте скажем что такое вариантные характеристические классы если обычные характеристические классы вы просто выбирали какой-то вариант полином для жирослоения да и брали именно на форму звезды это было скажем если это с это было элементы два мерных космологий теперь давайте к вариантов классов значит тут у нас есть два драка в этой истории вы должны рассмотреть какое-то расслоение на пространстве X я хочу чтобы на это расслоение действовала группа давайте группа которая действует по-прежнему обозначу G а расслоение будет рассматривать для другой группы и обозначу A пусть P это будет A главное расслоение группа G действует на на тотальное пространство действует на P и действие коммутирует то есть давайте скажем если есть какая-то точка P в этом тотальное пространство и расслоение то тогда G на P пускай G действует слева а H действует справа действие коммутирует и совместно с проекцией P то есть в частности определено действие G и действует на базу ну вот если есть такая биометрия то тогда мы должны суметь сказать что такое квариантный характеристический класс и квариантный характеристический класс уже должен мы его должны строить по какому-то невариантному полиному давайте я его назову H по H вариантному полиному от чего-то какой-то вопрос спец то есть какая-то вариантная версия от формы и это дело это должно быть элементом из G вариантных гомологий VX да ну может быть можно и наоборот бывает разные соглашения так важно что действия важно что действия коммутирует и совместимо с операцией что такое H выбрали выбрали главное расслоение еще раз две группы есть база расслоения база расслоения P это тотальное пространство H расслоения и на эту геометрию действует группа а все эти маленькие буквы элементы из больших букв группы группы G элементы из тотального пространства H а можно например например 2 м но можно наверно конечно давайте возьмем пример например например давайте там расслоение как мы это будем описывать ну пусть мы можем подействовать тором на базу и поднять это действие слоя произвольным способом не будет это действие тора коммутировать со структурной группы расстояния здесь консервы реально потому что все 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 группы аргива я не знаю сейчас не могло есть пример может быть будет а мы будут потом примеры у нас в теории поля там аш будет бесконечно мерная группа например а ну давайте я сразу скажу да пример который будет потом собственно играть главную роль мы будем рассматривать пространство x пространство связанности на каком-то главном расслоение и на это пространство связанности действует группа калибровочных реализований с одной стороны соответственно там для вычисления вариантных наблюдаемых будет играть роль геометрия главного расслоения с группой которая есть группа калибровочных реализований это будет аналогом аж а аналогом же будет скажем действие какое-нибудь совершенно геометрическое если пространство время на котором изучает фантовая теория поля изометрии то в качестве же можно взять изометрию пространство времени то есть теория поля рассматриваться на сфере то вращение давайте я договорю что такое варианты практический класс это следующая вещь можно не дать абстрактное определение опять же используя классифицирующее пространство и понятно что нужно сделать нужно реализовать это главное расслоение по универсального пространства и потом чтобы реализовать его в вариантах уже вариантах гомологик нужно еще использовать пространство пропустим я прямо напишу формулу которая аналогичную форму модели драма пространства которая нужна для вычислений если есть действие если есть действие группы G на это тотальное пространство аж расслоений я предполагаю что G компактная компактная для группы тогда я всегда могу найти связанность выбрать связанность на этом аж расслоении которое инвариантно относительно действия G просто усоединить используя действие компактной группы и давайте я скажу что А это G инвариантная связанность то есть коннекшен 1 форма на П коннекшен П это был А2 аж расслоение аж расслоение аж расслоение в один формах на П на тотальном пространстве аж расслоение принимающее значение в алгебре Ли аж в общем это вот этот значок означает готическую букву я ее не могу нарисовать это алгебра Ли так ну и тогда следующий H G инвариантный G инвариантный проститический класс отвечающий H инвариантному полиному на алгебре и H нужно взять и вычислить на форме кривизны которая подкручена в следующей операции FI A сверка I A со связанностью A значит я напоминаю мы изучаем G инвариантный геномологии для H главного рассловения и FI A здесь лежат в дуальном пространстве для алгебры Ли и G они действуют векторными полями на детальном пространстве H рассловения А A означает операцию свертки этого векторного поля с один формы получаем скаляр на FI получаем элемент который сидит в градуровке которая была именно для этого степени 2 потому что это обычная диффициальная форма которая вдоль G имеет нулевую степень но она имеет степень 2 вдоль G а FI имеет 7 2 вдоль G поэтому здесь стоит элемент из элемент степени 2 от него дается полином и получается элемент из G вариантов термологии на пространстве X А В какая-то есть D еще раз в чем какая-то есть D А это F обычная в той формуле которая уже дана сейчас D стоит обычная значит можно поменять D в определении F и тогда этого члена не будет не ну про знаки бывают разные соглашения вот но вот в этой формуле D стоит обычная то есть это просто связанность для формы для связанности для для связанности для для связанности для формы на главном домашних стоит сейчас я дам формулу и мы для нее посчитаем пример все очень конкретно конкретно речь идет о задаче локализации формула есть миллион разных популяционных формул там часть из них вчера рассказывал маляшка рассказы но тоже пример в частности формулы сермака техмана это частный случай вот этой формулы для цифрического пространства и у 1 действия есть какой-то элемент из реакуриарной гумологии на икси который представлен инференциальной формой икси со значениями функций от ножей в том комплекте который мы использовали как модель картана для реакуриарной ну например давайте здесь сразу записать пример чтобы было связи со вчерашним расходом пускай же это икси 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 irst�� 2 икси Я выбрал синтетическую форму просто для того, чтобы дать пример и квариантно-замкнутой формы. Вообще, что значит, что альпы сидят в этих нормологиях? Это просто, что дж-бальспа равно нулю. Хорошо. То есть дфи это минус дф без падеку. И я хочу превратить вот эту два форму в прямо замкнутую форму. Для этого мне надо ее расширить скаляром, потому что, если я просто применю деференциал дж-бальспа-дфи сюда, то я получил один форму, и эта один форма, она должна сократиться с действием д на скалях. Значит, и квариантно-замкнутая форма. Это то, что было, наверное, вчера формуле, при примере для дистермента Техмана. Ну и я могу взять, значит, твердение, что дж этой омеги равно нулю. Меня будет интересовать интеграл, скажем, от формы е в степени омега-ж по R2. Поскольку квариантно дж на омеги-ж равно нулю, то также и дж на е в степени омеги-ж. А вот где они используют на омеги-ж? Вот в фи, это есть элемент же созвездочной? Абсолютно верно, да. Фи это элемент же созвездочной. Абсолютно верно, да. Ну вот это не обязательно. Давайте посмотрим, что такое вот этот интеграл. Хорошо, давайте нажимаем его руками. Вчера-то ладно, мы сегодня его были. А сегодня и пригласил. Я в самом деле обещал, что будет некомпактность и будут бесконечно мерные пространства. Теория поля сделана. Значит, компактность эффективно обеспечивается тем, что, ну, тематики говорят, это, там, гомология компакт-саппорт, физикам более удобная, там, гомология на пространство, которые, там, быстро падающих функций. В общем, на практике всегда стоит какой-то гауссов-фактор, который обеспечивает скотивность интегралов. Эффективный этот гауссов-фактор дает, ну, тоже эффект, как работать с компактным пространством. Значит, здесь есть степень омега-ж, если вы поставите... Да, значит, если мы сюда поставим, если мы возьмем, что фи положительно, то здесь стоит 10 степеней минус, п квадрат и ску квадрат, и это сходящийся гауссов-фактор. Его можно взять руками и напахнуть просто. Если фи больше не растет. Если фи больше не растет. Да, если фи больше не растет. А еще вы посерил бы полином, а вы бы экспоненты взяли. Ну, этот экспонент создает полином. Да, ну как, нет, ну, не совсем. То есть, эта экспонент, она по ломике полином, а по фи, она все равно остается экспонентом. В скалярном факторе это стоит 10 степеней. Ну, полиномы или там... Тоже, да. Даже рациональные функции. Давайте нам формулу. Черт, почему там вопрос стоит? Где? Интеграл стоит. А, ну, это вопрос для слушателей. Как бы уже написано. Написано написано. Это упражнение. А, упражнение. Это упражнение, которое мы сейчас делаем. Я хочу, чтобы вы его, может быть, сами посчитали. Но это практически можно считать. Да? Тогда у всех не играл. Значит. А здесь я дам формулу АТ-бота, и вы сравните. Давайте я сначала дам формулу АТ-бота. Значит. Формула АТ-бота следующее. Подтверждение. Если есть пространство X, на котором действует компактная группа G. То, что группа компактная, это действительно важно. Значит, для некомпактного случая обобщения довольно сложно. из-за, вообще, открытого вопроса. Для действия некомпактной группы все легко. И есть 2G, там такая форма АТ-бота, то тогда ее интеграл по пространству X, сводится к неподвижным точкам. То есть это сумма по компонентам пространства неподвижных точек, которые я обозначаю X с значком G. В этом примере, для действия группы U1 и R2, время-вариантная точка, это только начало координат 20 патронов. Так вот, сумма по пространству неподвижным точкам, интеграл по каждой компоненте, от следующего. Вы берете ограничение от вашей формы α, которую вы хотите здесь проинтегрировать, на эту компоненту неподвижных точек, и делите на G-вариантный класс Reader от нормального расслоения пространства неподвижных точек. Я обозначу его как касательное расслоение X-фактора по G. То есть нормальное расслоение к G внутри X-а. Я думаю, что вчера этот знаменатель фигурировал подзон вес, скорее всего, как вес жизни. Он был написан, но не определённый. Ну, значит, сегодня мы его определили. То есть мы сказали, что такое эвариантный характеристический класс. Значит, давайте скажем, что такое просто класс Reader. Так, а можно вообще-то по форме, если там много грязи вырастить? Да, давайте я, может, всё прочитаю. Хорошо. Важный формул. Значит, здесь стоит сумма по разным компонентам G неподвижных точек на X-е. Я обозначил X со значком G. В смысле, что с этой точки она подвижна? Да. Да. Но этот пространство неподвижных точек может разбиваться не столько компонентов. Каждый из них какой-то размерности, какая-то непрерывная. То есть теперь по каждой из этой непрерывной связанной компоненте специальной размерности стоит интеграл. Хорошо. Интеграл половить G. Значит, интегралы чего? В числителе знаменатель. В числителе... А что оно написано? G-инвариантные точки на X-е. Да, X-е. Да, X-е. Числитель-знаменатель. Числитель ограничения инквариантной формы альфа на компоненту X-е. Давайте здесь... Это... Пусть I X-е означает вложение X-е. Альф. Значает вложение компонента X-е в X, Inclusion Map. И так далее. Здесь стоит кул B для этого Inclusion Map по дифференциальной форме альфа, которая сидит здесь, в дифференциальную форму на компоненте X-е. Это просто ограничение дифференциальной формы на эту компоненту. А в знаменателе стоит эквариантный класс эйлера, G-иквариантный класс эйлера, от нормального раскладения к подвижной компоненте X-G внутри X-а. Да. Что такое эквариантный класс эйлера, мы уже сказали, осталось просто сказать, что такое класс эйлера. Класс эйлера, значит, дается обычным определением. Если у вас есть в этой ситуации, надо использовать другую букву H, чтобы сравнить с предыдущей доской, то есть если речь идет про какое-то главное H-рислоение, на которое действует группа G, Возьмем H в группу H, G-со, 2N, и эйлера в класс для H-кинского фонда. Это куфиан, его представление в гуманологиях куфса, это куфиан от формы звезды с звезды-жатки. Куфиан я вот по старости уже забыл. А куфиан – это для антисимметричной матрицы. Куфиан – это, грубо говоря, конец детерминат для антисимметричной матрицы. Ну или, можно же сказать, вы берете антисимметричную матрицу и возводите ее в старшую степень, и получаете форму объема на старшую степень. Нормальное расслоение, чтобы сюда определить. То есть TX, X, G. Это нормальное расслоение. Так, а вот на том, если нельзя это? Не, ну это фактор касательного расслоения в точке X, X, U, по касательному расслоению к X, G, которое вложено в X. Можете для полного счастья написать, что такой вариант для класса эйдера? Да, это, значит, был предыдущий застик. Для эквариантного класса эйдера, тут теперь G эквариантный, да? G эквариантный класс эйдера для H главного расслоения со структурной группой S2M. Это будет кофеан. Единительно 2P. А здесь мы подправляем вот эту форму клевизны. H, да? H расслоения на H расслоение. Вот это скалярный. Вот это скалярный или нет, помножить на фай элемент из алгебры или же, дуальный, а это 2 формы. Вот, тогда я не понимаю, давайте вот этот пример. Да, давайте этот пример, отлично. Вот. Просто мне кажется, что можно выбрать связность так, чтобы A была нужной группой. Не-не, здесь вам нужно выбрать... Смотрите, значит, это связность на тотальном пространстве H расслоения. Давайте сделаем этот пример. Значит, сначала посчитаем его по формуле от ЕГОТа, а потом вы сравните с тем, что получается взять галкинтеграм. Вот, окей. Значит, форма, форма альфа, это Е степени, вот, там, омега, минус, фай. Давайте я, предупреждения, назову там, а, сейчас. Вот, сейчас, ну, а с вами это уже сделано. Давайте я его оставлю. Она вторая. К квадрат-биску в квадрат. Все это находится на R2, да, с поджинательными квадратами. То есть, группа G это U1. Ее неподвижная точка это квадрат-биску равно 0. То есть, в этом примере, xx это R2, x с значком G, просто у нас неподвижных точек, это просто точка 0. Так, а теперь, что нам нужно? Ну, нужно нормальное раскладение в неподвижные точки внутри пространства. Это нормальное раскладение, поскольку неподвижная точка имеет размерность 0, то R2, xx, xg, просто касательное пространство к x, да, точки 0. Хорошо? Дальше. Вот это я вставлю. Хорошо. Значит, в этом примере H это структурная группа для нормального раскладения. В данном случае нормальное раскладение, какая-то неподвижная точка имеет размер 2. Поэтому H это S2. На примере, так вы учёте, что H и G совпадают, но здесь что-нибудь впутывается. Значит, здесь я рассматриваю, я хочу посчитать их вариантный класс. Эллера от S2 главного раскладения, ограниченного на точку 0. Значит, давайте пока не будем ограничивать на точку 0, а просто посмотрим... Значит, просто вспомним, какое было правило применения этой формулы. Было сказано, что вы должны взять H-тронистый бандл, главное расслоение. Это главное расслоение имеет слой и группу H, или H-торсов, то есть окружность. И форму связности, которую вы берёте в главном наше расслоение, нужно взять на тотальном пространстве этого расслоения. Часто в физике используется обозначение, где форма связности — это один форма на базе, но при этом ещё работает ограниченное преобразование, когда вы применяете автоматизм в слое, то тогда A на базе переходит в H-1 на H плюс H-1 на H. Про это удобно думать как один формул в вертикальном направлении слоя для вот этого главного расслоения. Обычное математическое определение связанное с многоганным H-расслоением — это один форма на тотальном пространстве. И у неё есть компоненты, вот эта вертикальная компонента вдоль слоя. Она никогда не равна нулю, она просто равна H-1DH, то есть это правый инвариант на один форма на H-группе. Ну вот, значит, в этом примере просто вот эта инвариантная форма, которая H-1DH на S1 слой для группы H равный S2, но есть просто форма D-Фи. Значит, вот эта штука... Это равно... Это равно D... Знаете, Фи у нас до... Фи у нас, может быть, уже в группу перезагружено. Давайте я вот эту координату, угловую координату полярной и плоскости обозначу θ. θ, θ. То есть... Более... Здесь, то есть гигантета, вот тогда вот H это D-тета. Один форма в слое главного вашего слоя. Группа G в этом примере, она действует вращениями, то есть в этом примере группа G это тоже U-1, и она просто действует вращениями, сдвигая вот это. Соответственно, свертка, как-то контракшен электронного поля и формы дает просто единицу. Да, просто единицу, поэтому... Формула... Я переписываю... Дает мне следующее... Я ограничиваю векторную... В прошлом случае... Ограничиваю геометреперальную форму альфа в числителе. Значит, ограничение вот этой штуки на точку дает следующее... Ограничение два формы... Ничего, это ноль. Но я должен разложить этот экспонент в ряд и дальше взять только компоненты скалярной разминости, нулевой разминости. Поэтому от ОМИ ничего не остается. Есть только е степени... Значит, минус φ... А по ИКУ тоже равны нулю. В нуле. Поэтому этого тоже нет. Что делать? Фи помножить на нулю. Это в числителе. А в знаменателе стоит их вариантный регион-класс от касательного пространства. И, значит, здесь минус от φ помножить на сверху этого вятного поля с формой dθ. А можно что? Извиняю. Значит, вот когда говорится, что от формы уровня до ничего не осталось, значит, у нас тут галл dpdq. Посмотрите, все, да? А исходно был интеграл dpdq? Да. А вот там ничего не осталось, значит, интеграл до dpdq от единицы. Не-не-не-не. Нет. Вообще-не-не. Вообще-не-не. Вообще-не. Смотрите, я выявил. Давайте я напишу. То, что слева стоит, то, что слева стоит, это интеграл по всему иксу. И здесь действительно стоит dpdq, я явно напишу. На е степени минус пи. Вот одна вторая по квадрату плюс к квадрату. Это интеграл слева. Это долокализация. Он dpdq и dpdq настоящий интеграл. Справа формула, хотя вот эта локализация на неподвижную точку. Неподвижная точка в данном случае имеет размен с ноль. Просто начало признать. Справа уже не размен. Справа просто есть один член, который я сейчас пишу. Значит, это член, это ограничение. Числительное. Вот это вот левое равняется вот так крылочке. Да, вот это равняется, это вот это равняется. Я расписываю вот эту формулу и объясню для этого примера. Значит, в этом примере в числителе я ограничиваю форму dpdq на е степени, вот эту штуку, на p и q равные нулю. Поэтому, ну, точнее, экспонент от этой формы, экспонент от нее ограничиваю. Поэтому атоме ничего не остается. Здесь тоже. Остается просто единица. В числителе стоит единица. Это ограничение формы dpdq. А в знаменателе стоят их вариантов класса dpdq, который, благодаря всем объяснениям, мы теперь можем почитать. Я здесь одну тонкость, по-моему, сделал. Там, если аккуратно, значит, проделать, то форма связанности, один форма связанности на слое главного шестраяния имеет знак минус из-за того, что, когда определяемо действие, то делаем клубокот h минус 1. Вот. Поэтому этот минус и этот минус сокращается, и dθ и свертво-свертвенный корень, который есть потом, а и dθ, дает хинь. Так, а еще раз проявляю минусы. Если я смотрю на эту формулу dpdq, там плюс получается исходного. Да. Получается плюс. А тут минус написано. Да, да. В чем была тонкость? Как плюс превратится, как минус? В плюс превратится. Сейчас, нет, ну... А я тогда вот там вот сколько, что ли, минус стоит? Нет, здесь стоит минус, здесь стоит минус тоже, они друг другу сокращаются. Да, в общем, это минус не понятно. Просто я могу объяснить. Сейчас мы уже можем заканчивать по времени. Значит, стоит эквариантный... Значит, стоит просто fian от этой двосвертности, и это есть φ разделить на 2π. Это знаменательство. Вот эта штука, π делить на 2π, и давайте я его в квадрате возьму. Да. Да. Значит, стоит в определенном... Важно просто взять 2π сфинтеграл, получить 2π сфинтеграл. Да. Ну, я думаю, что это простейший пример, который можно придумать про локализацию, поэтому здесь все так легко. Двумерный интеграл, в котором действует E. Значит, в конце концов, мы это применим к мантовой теории фоли, где пространство бесконечно мерное, и, значит, локализация, она работает на том числе. Наверное, здесь уже 1 лекция заканчивается. Да, да. Спасибо. Спасибо.